привет ребята привет хлопцы и девчата привет вам из лондона от бориса джонсона большой при большой привет он сегодня как бы пакует чемодан и завтра ему лететь в руанду но он в руанду не летит туда как вы думаете может быть с этими как они называются с беженцами хотя многие бы хотели чтобы он уже туда уехал ваш не приезжал нет он там будет по делу по делу и это дело очень важное он это дело можно сказать про как это фукал в двадцатом году в марте в марте в двадцатом году должен был состояться в лондоне всеобщий так сказать саммит стран содружества их 50 большинство из них находится в африке в том числе и та же самая руанда является а вот вы вот знаете про рванду нет не знаете про рванду что рванда это не только то место куда борис джонсон решил ссылать всех этих ребят на надувных лодках которые пересекают ла-манш и и и хотят здесь жить вот на на пособиях в основном они хотят здесь жить они хотят здесь работать если кто-то не понял восемь тысяч их перебралось за последние три месяца восемь тысяч на одних только лодках а это еще не считая все остальное вот а когда хотели всего лишь 13 из них отправить в руанду то тут такое поднялось такое поднялось я лично целиком разделяю мнение и вообще старание бориса джонсона сослать их руанду потому что в руанде как я понимаю намечается новый как это экономический бум вот эти вот ребята они будут работать как я предполагаю они будут там саранчу ловить сетками и делать из нее фарш на котлеты это будет новая еда для европейцев вместо коров дурных этих потому что коровы они пукают а саранча нет она саранча сжирает все на своем пути вот а она биологически полезный продукт это мое личное мнение которое я хочу на эту тему защитить диссертацию борис джонсон и саранча в двадцатом году этот саммит был провален из-за как вы помните вот этой вот заразы 19 но я думаю что там еще другая была причина потому что гарик и борис джонсон вдвоем отвечали а куда они это ну один туда другой сюда в общем они пока тут тот пьянствовал тот женился тот там детей рожала тонну до это то все и они это дело профукали чем очень разгневили и принца чарльза принц чарльз очень 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 почему-то не любит бориса джонсона почему не зная принц чарльз поехал в руанду вот и он там будет председательствовать на этом вот этом вот саммите содружества будет им объяснять как хорошо они могут если захотят захотят не знаю экономически развиваться нужно очень 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 тонко 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 намекнуть на то что почему именно руанда выбрана вот местом саммита там в центре находится конечно африки но это неважно в руанде не должен был быть такой так называемый кого я бы это сказала рай райская жизнь ожидала всех тех кто туда свалил из европы в семидесятых и туда эмигрировала большое количество вот этих всяких голландцев там всяких разных всяких разных в том числе англичане конечно были немцы наверное не знаю я знаю точно точно что туда уехали вот эти люди богатые люди и они там строили свою богатую жизнь а у них остались родственники в европе родственники остались а их во время войны так сказать геноцида тутси да тутси тутси вот этих вот белых ребят их вот эти вот деревни что там творилось если вы только знали я даже это говорить не хочу кто это делал зачем и как это тоже отдельный разговор но для них был построен отдельный концентрационный лагерь где такое творилось чтобы отобрать у них их так сказать банковские счета ну не знаю может это конечно фантазии однако же суды шли в лондоне вот и когда это и было я не помню в девятнадцатом году девятнадцатом году я лично разговаривала с адвокатом с руандой который прилетал сюда на судебное слушание вот посмотрим как они там договорятся в этой руанде соответственно все очень-очень как бы напряженно следят за тем как принц чарльз и борис джонсон там так сказать встретятся помните как со время хаста бендер встретился значит в отеле тоже они встретились с батюшкой из 12 стульев как они там встретились и как они друг на друга там наступали ипорит матвеевича ну в общем одним словом посмотрим а главное новости которые я хотела сообщить это то что все 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 в англии обвиняют брексит все брексит который парис джонсон сделал никому не нравится и он его не сделал а он обещал девятнадцатом году и когда вот сегодня все эти газеты как начали на него наезжать зато зато я вдруг спросила себя а что собственно говоря разве 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 заразу девятнадцать тоже не подгадывали разве ее под брексит очень даже похоже от людей которые вытворяли то что они вытворяли в руанде можно всего ожидать ну вот а теперь пока пока пока